Всем привет! Купили вот такую вот шоколадку. Мы ездили в Карелию, там, с туристическим автобусом. Вот, купили такую вот шоколадку в магазине. Написано, что она ручной работает, стоит вообще 350 рублей. Ну, по-моему, шоколад тут так, дороговато. Но она на досочке лежит и бечевкой связана. Ну, прикольно выглядит, как будто бечевка связана. Есть вот такая вот этикеточка. Молочный шоколад ручной работы. Там что-то ГОСТ. Республика Карелия, а город не написан, производитель. Короче, там, смотрите, такие шишечки, орешки. Хотя это же орехи, как вот там, с этого, салтая, как они жду. Цукаты, сосновые шишки, сосновая шишка с сахаром. А, вот это кедровые орешки. Вот, хотя кедровые орешки ни в Карелии, ни в Ленинградской области, ни в Мурманской области не растут. Поэтому ни в Финляндии, ни в Норвегии. А, здесь она не приживается, сосна алтайская. Поэтому они туда ближе к Алтаю. Ну, ладно. Раз, такие есть. Открываем. Ну, вот так вот она завязана. Тянем за верёвочку. Да, хотя хрен он знает, как она завязана. Я не знаю, как это развязать. Может, то, что-то тянется вот так. В общем, я не знала, как она развязывается. Какого-то дела, придётся бечёвку вручную развязывать. Снимаем. Здесь вообще узелок такой. Тоже снимаем. Это снимаем, это снимаем. Вот она, посылка запакована. Так, всё, сняли. У нас такая бечёвка осталась. Бумажка. Шоколад. О, здесь это раскраска. Три медведя. Раскрасть трёх медведей. Шоколад ручной работы. 100 грамм. Ну, а здесь вот такой вот. Тут надо цинник содрать. Вот. Такая, короче, дощечка. Фанерка. А, ну не дощечка, просто фанерка здесь обожжённая. Короче, это фанера, да, это не носка. Так, всё. Откладываем. Так, такая вот шоколадка в пластике. Ну, с этой стороны выглядит как обычный шоколад. С другой стороны вот эти шишки. Как будто бы её, знаете, по полю поваляли. Ну, не по полю, по лесу. Когда полю сойдёт, там, вы либо собираете, либо ягоды. Вот так вот там проходите, именно сосны, осины или чё-чё-чё-то. И вот так вот эту шоколадку, да, окунули прям в грунт. Шишки на землярик. Я не знаю, съедобны эти шишки или не съедобны. Ну, сейчас я... Ой, она сломана. Фанерка. Давайте я вообще шишку попробую. Фик вам надо. А, это мой динамый шишки. Я говорю, я не могу шишки есть, это надо привыкать. Наверное, надо с детства привыкать, чтобы шишки есть. Не могу. Ну, такое ощущение, как будто я реально шишку ем. Просто с сахаром, ну, варёную. Ну, не могу шишку есть, не могу заставить себя сожрать шишки. Ну, я могу просто по этим полюсу пожевать вот эту смолу, чтобы съесть шишку. Они вот такие шишки, они в начале лета, когда, там, начинаются ма и июнь. И в июне можно пойти их насобирать огромное количество. Размариновать только. Зачем есть шишки, я не понимаю все равно. Так, в общем, пробуем кедровые орешки. Не, шоколад вкусный. Кедровые орешки вкусные. Ну, вот шишки. Может, маленькая шишка нормально где-то. Боже, ну, а и... Может, они несъедобные вообще? Ну, это вообще на любителя. Или бы надо реально с детства привыкать. Может, я просто не привык такое есть, но... Мурахи побежали. Ну, просто мое. Ладно. Шишки, это не мое. Короче, шишки кушать, это не мое. Я не знал, кто шишки, если кто вообще придумал. Лучше просто иголок набрать и чай себе заварить из этих шишечных иголок, чем я от шоколада, шишка. Так, ладно, а сам шоколад вкусный, прикольный. Кто-то я еще заметил, когда мы в Карелии были, там все время продают любую еду, и везде шишки. Там варенье с шишками, и везде просто добавлены шишки. Ну, не знаю, с чем это связано. Может, действительно, все-таки регион такой северный, потому что есть части, которые вообще относятся к северу. Ну, с едой там не очень хорошо, поэтому люди шишки едят. Вот. Ну, шишки, честно говоря, на любителя. Так, шоколадка очень вкусная, выглядит прикольно. Ну, мне понравилось, как это все выглядит, как это все по вкусу, кроме шишек. Короче, я поставил 9 баллов из 10, поставил бы 10, если бы не шишки. Если бы я любил шишки, я бы поставил десятку. А так, за это ставлю 9 из 10. Прикольная штука, вообще классная. Мне понравилось. Подпишись на канал, поставь палец вверх. Пока-пока.